узор пышные трелистники этот узор я покажу вам без схемы поскольку ее у меня нет раппорт узора 8 петель для того чтобы показать вам на двух рапортах я набрала цепочку из 17 воздушных петель это два рапорта по 8 петель плюс 1 петля для симметрии узора и первый ряд связала столбиками без накида теперь второй ряд собственно с пышными троллейстниками воздушная петля поворачиваемся столбик без накида пропускаем три петли на три столбика раз два три и на четвертом вяжем пышный столбик я вот вытащу ниточку три раза можно больше если хотите провязываю пышный столбик закрепим то есть все петельки кроме той что было на крючке и 2 петли вместе 3 воздушных петли 1 2 3 и пышный столбик на этом же столбике пышный столбик закрепим 3 воздушных петли 2 3 и 3 пышный столбик также на этом столбике пока в общем то все не сложно пышный столбик закрепим пропускаем три столбика раз два три на четвертом вяжем столбик без накида это один раппорт повторяем вяжем еще один такой же триллистничек пропускаем раз два три столбика на четвертом вяжем пышный столбик закрепом 3 воздушных петли 1 2 3 второй пышный столбик на этом же столбике также закрепим 3 воздушных петли и 3 пышный столбик на этом же столбике пропускаем три столбика столбик без накида 1 2 3 у меня это будет последний столбик поскольку тут поскольку только два раппорта вижу для того чтобы поменять цвет ниточки последний этап столбика без накида нужно провязать двумя ниточками можно этот узор вязать и вот на тонном варианте но я просто покажу вам сразу разноцветном это будет интересней 4 воздушных петли 1 2 3 4 поворачиваемся на этом столбике вяжем пышный столбик также закрепим 3 воздушных петли 1 2 3 и еще один пышный столбик и теперь столбик без накида мы вяжем на центральном пышном столбике предыдущего ряда следующий 3 листничек вяжем на следующем столбике без накида совершенно так же как мы вязали в первом ряду пышный столбик закрепом 3 воздушных петли пышный столбик закрепом 3 воздушных петли и еще один пышный столбик закрепу и столбик без накида на центральном пышном столбике предыдущего ряда и в конце ряда мы вяжем два пышных столбика также делаем между ними 3 воздушных петли если мы хотим поменять цвет нити то последний этап вяжем ниточкой то в последний этап добавляем ниточку другого цвета и провязываем его двумя ниточками дальше вяжем уже третьим цветом воздушная петля поворачиваемся столбик без накида вершину пышного столбика а вот теперь тут есть одна хитрость 3 лестничек мы будем вязать не на столбике без накида предыдущего ряда а вот на пышном столбике на ряд ниже для того чтобы ну вот было симпатичней я вам покажу потом большой образец вы убедитесь что это интересней такой вариант хотя вязать это конечно сложнее 3 воздушных петли и также все вот вяжем на пышном столбике чтобы у нас не было видно вот этих вот этой вот второго цвета все вяжем на пышном столбике 3 пышный столбик также на пышном столбике и столбик без накида на центральном пышном столбике предыдущего ряда и дальше вязание в общем-то продолжаем давайте вам покажу большой образец вот такой образец у меня получился как ведь он конечно объемный пышный практически одинаковый с обеих сторон использовать можно практически любое количество цветов удобнее когда этих цветов нечетное количество тогда вот связав первый ряд у меня ниточка здесь два ряда связала вот еще один пошел отсюда то есть при нечетном количестве цветов нитки вот обрезать по краям не придется можно использовать любое количество цветов и располагать вот эти вот цвета в любом порядке очень хороший узор вот для пледов конечно пойдет очень много пряжи ну вот например для шапочек или для каких-то манишек в общем придумывайте такой узорчик подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые уроки у меня еще много разных вязальных идей и хитростей у нас с вами много интересных не разобранных узоров и сложных схем не пропустите все это удачи вам и легких петелек так 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 так